31 мая день, яки ведомы сотням паломников з розных городов и краин. Кали невеликая вёска карма Добрушского района у разы повелишвается у колькасти и нават по ветра насыщается духовностью, надеей и верой у самые праведные отсуды. Гэта день памяти непрыкметнага працавника на Неве Христовой, святога праведнага Иоанна Кармянскага. По традиции сёння для стен Святопокровского храма Святой Иоанна Кармянскага Жаночага Манастыра отбылася Боская Литургия. Её означали у митрополит Минский Заславский Павел, патриарш-экзарх у сей Беларуси. Подробностей в сюжете Марины Джалой. Народился Иоанн Гашкевич на Могилёвшине у сями священника. Уже в четыре годы Иоанн допомагал батьку в церкве, потом скончил церковно-приходскую школу, духовное училище и семинарию. По завершении эдукации стал законовучителем у церковно-приходской школы у вёсце Огородня Добрушского района, потом и Иерем у Рогачевском районе, где отдал церковному служению 14 годов. И снова вернулся в Огородню, на Зусим. А кроме духовного служения, займался добрым парадкованием храма и его побудов. Уласной же нерухомости николи не имел, а жил в церковном домке. После народжения сёмного дитя, отец Иоанн выканал свою мару, наведал Киева Пятчерскую лавру и отрымал благословение от старцев на монастское житё. На богослужение до его приходили люди из разных вёсок, как бы отрымать осолоду от боской ласки, яка присутничала у храме разом с добрым пастыром. Земный шлях ойца Иоанна завершился в осень 1917 года. Мы, живущие здесь, приходим с усердной молитвой, просим батюшку, и батюшка всегда нам помогает. Пусть же Господь по его молитвах хранит каждого из нас, укрепляет наши семьи, даёт нам счастье и мир нашему белорусскому государству. С праздником всех! Христос воскресе! Тут наш другий дом, кажут прохожане Свято-Покровской церкви. Помолиться об вылечении, альбо поляпшине здоровья, подяковать за отриманную допомогу, очистить душу покаянием, у кожного свой боль и своя радость. Большость людей, с которыми мы поспели погутарить до подшатку боской литургии, приехали у корму не только из других районов и областей Беларуси, а и из российских регионов. Мы его почитаем, любим, поэтому приехали. Уже были мы здесь не один раз. Породнились уже, так вот тянет нас сюда. Я уже приезжала, у меня очень сильно голова болела. И прилаживалась к мощам Ивана Карменского, и мне это помогло. И вот я опять приехала. Мы просили, у нас в этом году хорошее событие, родим все внук долгожданный. Мы здесь всегда просили. Восемь лет нас не было внука, так что мы очень благодарны. А что хотели бы пожелать прихожанам, которые сегодня собрались здесь? Здоровья, веры. Всегда прошу помощи у Бога, всегда чувствую помощь Божьей. Чтобы всем было здоровья, счастья, вообще, чтобы никаких проблем не было. Ну, чтобы проблем не было, так тоже надо же соблюдать, как бы все, знаете. Быть добрым, честным, помогать людям. Боская литургия отбылась под открытым небом, каля свято Иоанна Карменского монастыра. Ей означали у Патриаршей Экзархусе и Беларуси, Высокопреосвященнейший Павел. Будем молиться и воскресшему из мертвых Христа Спасителя, будем чтить в молитвах и Его Пречистую Матерь Деву Марию, и праведного Иоанна Карменского, который является нашим молитвенником предпрестолом Божиим, нашим заступником небесным. И будем просить, чтобы Господь даровал нам мир, благословение, замечательную погоду, чтобы земля наша давала урожай, чтобы люди жили в мире, в согласии, в единомыслии, и будет Божье благословение.